Привет! Меня зовут Андрей Стерляткин, я основатель Годографа и проекта 80 баллов. Уже более 8 лет я и команда Годографа готовим школьников к ЕГЭ и УГЭ. За это время мы выпустили более 5000 учеников. Результаты по ЕГЭ в последнем году было 78,3, то есть это средний балл для сравнения. Средний балл по России это 58,2, то есть у нас результаты на 20 баллов больше. Поэтому я немножко разбираюсь в теме и сегодня я поделюсь самыми крутыми, самыми важными, на мой взгляд, правилами, которые помогут тебе супер эффективно готовиться к ЕГЭ. То есть я не расскажу конкретно какой-то предмет, а я расскажу принцип подготовки. И после просмотра курса из трех видео у тебя будет полное, очень подробное представление, как нужно действовать, как нужно готовиться для того, чтобы подготовиться с 20 до 80 баллов. То есть ты поймешь, что заложено в системе подготовки, как это вообще должно быть для того, чтобы ты смог совершить этот прорыв. Поэтому усаживайся поудобнее и мы начинаем! Правило номер один. Представь вуз, в котором ты будешь учиться. И, наверное, ты сейчас подумал, типа, блин, опять какие-то банальные правила, про это все говорят, все пишут, что нужно цель представлять, что нужно идти к цели. На самом деле, да, но я чуть-чуть добавлю здесь, на мой взгляд, самое важное и про что, почему цель нужна, почему она вообще необходима, почему мы не можем просто сдать ЕГЭ на высокий балл. Я тебя прошу выбрать вуз и представить, как ты в нем учишься, кто тебя окружает, как ты живешь в общежитии или, например, ездишь, как ты учишься в этом вузе. Ты должен захотеть, ты должен приехать в этот вуз, посмотреть, как там вообще учиться, то есть тебе хочется тут находиться, тебе хочется стать частью студенческой жизни этого вуза или нет. И когда ты действительно захочешь это и представишь себе, к чему твои старания приведут, то тебе будет намного легче. И вообще мысли, они визуализируются, то есть то, что мы думаем и честно, искренне желаем, оно так и будет, это произойдет. Мы неосознанно начинаем делать то, что приводит нас к этой цели. Если у тебя негативные мысли, что я не сдам ЕГЭ, я такое разоблак, то, к сожалению, это может произойти. А если у тебя мысли, что я смогу поступить, я буду учиться в топовом, крутом вузе, это все реально. И посмотрев данный курс из видео, я постараюсь тебе доказать, что любая цель и 80-90 баллов, это просто набор простых действий, которые нужно совершать. И самое первое действие, которое тебе нужно сделать, это просто визуализировать, как это все будет выглядеть. То есть просто представь это съезде, узнай, какие баллы тебе нужны и представь вот точно, что я учусь там-то. Не я буду учиться или я, может быть, поступлю, а я там учусь. Все, это первый шаг. Просто сделай его и кайфуй. Все, мы уже продвинулись. Один шажок сделали. Класс, переходим к следующему правилу. Второе правило звучит так. Готовься только по трем предметам. Многие родители и школьники считают, что чем больше предметов выбрал для подготовки, тем больше вероятность поступления в вуз. Но, строго говоря, это не так. Дело в том, что в учебном году всего лишь 430 рабочих часов. То есть это 53 рабочих дня. То есть достаточно немного. И получается, что мы это время свое, рабочее, распределяем среди предметов определенным образом. И когда мы распыляемся на 5 предметов, соответственно, все сильно ухудшается. К примеру, мы можем наше время распределить на 3 предмета и получить 85 баллов. Либо распределить это время на 5 предметов и по каждому предмету набрать 65 баллов. И теперь вопрос. Какой набор предметов круче для поступления? Где 3 предмета 85 или 5 предметов 65? Ну, я думаю, для тебя понятно, что набор предметов, где 3 предмета, дает намного больше шансов для поступления и для учебы в лучших вузов. Вне зависимости, в принципе, от того, что это за набор предметов. Третье правило называется так. Нужно научиться отдыхать. Опять что-то из разряда того, что все советуют. Поменьше играй, меньше сиди, гуляй там. Но, как ни странно, нет. Я хочу поговорить с тобой о таких вещах, как сон. Когда много анализировал школьников, ко мне приходили на собрание. Там было на анализе где-то человек 200. Я почти у каждого спрашивал, кто сколько спит. И удивительно, что почти все спали меньше 8 часов. И больше половины спит менее 6 часов. То есть это очень мало. Это означает, что организм невероятно уставший. Он работает на изнеможении. И это очень тяжело. Это очень тяжело в первую очередь для тебя. И в таком состоянии эффективно работать просто не получится. И я что могу тебе предложить? Вот все эти игры, сериалы, просмотр Ютуба, это все должно обязательно остаться. Ну, если я скажу, перестань сидеть на Ютубе, ты что, перестанешь? Или перестань играть, смотреть сериалы? Да нет. Безусловно, это так не работает. И даже если тебе родители говорят, перестань это делать, то у тебя просто сопротивление. Конечно, ты не можешь. Я не могу это сделать. Я тоже смотрю сериалы, я иногда играю, я смотрю Ютуб. Это все часть нашей жизни, это часть современного общества. Поэтому от этого отказаться практически невозможно. Как отказаться от Инстаграма и социальных сетей. Поэтому я тебе только одно советую сделать. Это взять сейчас телефон, поставить будильник на 10 вечера и в это время начать ложиться спать. То есть готовиться ко сну, ужинать, чистить зубы. Просто бросать все дела и идти готовиться ко сну. Вот и все. Благодаря этому действию ты начнешь высыпаться. Ты просто будешь спать. И ты себя просто кайфово начнешь чувствовать. Я понимаю, что есть сопротивление, есть сложность сказать, блин, ну я так хочу еще посмотреть что-то. И я тебе не предлагаю делать это на протяжении всего года. Я предлагаю это делать только сегодня. Вот сегодня сделай и так два дня. И если тебе понравится, продолжай это на протяжении всего времени учебы и дальше можешь в жизнь перевести. Если вдруг тебе не понравится, то ты это бросишь и проигнорируешь это правило. Ну, это твой выбор. Я тебе просто это советую сделать. На этом пока все. В следующем видео я расскажу, как научиться писать ЕГЭ на 80 баллов. То есть прям как это сделать. Пошаговый план создам, что нужно. Какие правила нужно себе в жизни дрить, чтобы это научиться делать. После просмотра следующего видео ты поймешь, как это делать. По сути мы будем с тобой учиться копать яму. И в следующем видео ты поймешь, к чему это все. До встречи.